Матфей 26 6.13 Где Иисус говорит такие слова о женщине, которая омыла Ему ноги, где не будет проповедана Евангелие себе, в целом мире сказано будет в памяти Ее и о том, что Она сделала. Извините, она налила на голову Его елей. Вот, казалось бы, что Она особенного сделала? Возлила на голову Его елей, да? Мира. Перед самой Пасхой. В Вифании, в доме Симона Прокаженного. Понимала ли она, что делает? Конечно, нет. Просто было у нее повеление Духа, и она это сделала. Но Иисус говорит, она приготовила тело Мое к погребению. Хочу немножечко так для исторической справки вам сказать, что в этом городе Иисуса дважды помазали. Один раз это была сестра Лазаря Мария. И она также помазала только ноги Иисуса. Зачитаем это место, да? Это Иоанна 12, 1-7. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса. И отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус сказал же, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения Моего». Всего было Иисусу совершено три помазания. Два из которых было в Вифании и одно до Пасхи и одно в городе Наин, грешницей в доме Симона Фарисея, как описывает Лука в 7 главе. Вот я предлагаю нам сейчас порассуждать. Все ли мы понимаем, как можно послужить Господу, лично Ему, вот лично Ему. Уверена я, что у нас у всех есть свое собственное представление о служении Христу. Ну, это идти проповедовать, кто с вами не согласится. И исцелять больных, изгонять бесов. Да, это служение, это замечательно, это на то, что мы посланы. Никто не отменяет это служение. Однако есть еще нечто, что Господь принимает как служение лично Ему. Хотя мы, может быть, даже и не подумали бы, что это служение, что это лично Ему может понравиться. но мы видим из Писания. Некоторые из примеров этого служения служения самому Иисусу, личности этой. Это служение очень скромное, можно сказать, даже тайное, наедине, быть может, даже происходящее. но как высоко оно оценено им самим. Потому что это служение Его телу, служение Ему самому. И Он принимает это как служение Ему лично, личности. Как мы видим, они приготовили тело Его к погребению. Я хочу поглубже и пообширнее рассмотреть несколько случаев из Нового Завета, подробнее. Ну, вот первое. Это то, когда Иисус со Своими учениками пришел в дом Симона Фарисея. В городе Наин. На удивление всем, когда они возлежали в доме, зашла женщина и непростая женщина, а говорится, что она грешница. Она принесла с собой масло в алавастровом сосуде. Давайте я чуть-чуть прочитаю Лука 7, 38. Когда она принесла этот алавастровый сосуд с маслом и став позади у ног Иисуса, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала мира. Ну, что, казалось бы, такого особенного сделала, да? Грешница плакала, омыла ноги своими слезами, обтирала волосами. Ее действие даже вызвало противление у Фарисея. и осуждение. Он осудил не только эту женщину, он даже осудил Иисуса, что Иисус принимал от этой женщины вот такое действие. Как описывает Лука 7, 39. Тот фарисей, который пригласил Иисуса в свой дом, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Но вы знаете, вот в этом действии, которое, казалось бы, ничего не значащее, даже вызвало вот такое противление фарисеям, Иисус увидел такое служение себе, какого он не видел в служителе Божьем, фарисеи. Он увидел любовь, он увидел смирение, он увидел сокрушенное сердце. Ведь это все он искал в своем народе, но не находил. И вот это служение сокрушенного сердца гораздо больше принесло пользы, чем то, что фарисей пригласил его в свой дом. И этот фарисей пригласил в его дом. Почему? Посмотрите, как Иисус сказал, когда он все это увидел и услышал в сердце, что говорил фарисей, когда он увидел и слышал, что фарисе сказал в его сердце, Иисус, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину, я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами мне ноги омыла и волосами головы своей терла и целование мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне не помазал маслом, а она миром помазала мне ноги. Вот как Иисус увидел картину, как принял его фарисей, который пригласил в свой дом. И как поступила эта женщина, какая разница. Фарисей не подал воды Иисусу, хотя положено было, в то время положено было, это были обычаи. Пришел к тебе гость в дом, ты подай ему ноги омыть, потому что они ходили почти босые по этой земле сухой, пыльной. Но этот фарисей даже его не поцеловал, даже не принял с почтением, с уважением. По достоинству не принял. Не явил ни любовь, ничего, ни уважения. А вот эта женщина, она поклонялась ему. Она так поклонялась ему, как никто иной. Она просто плакала, целовала, обливала волосами, обтирала, обливала слезами. Она просто была сокрушена. Здесь сопоставлена гордость, самоуверенность, самодовольство и сокрушенное сердце пред Господом. Что ему дороже? Иисус обратился и говорит, а потому сказываю тебе, сказал фарисею. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. не ценит того, что ему дается. Потому что уверен в себе. Вы знаете, Петр один раз сказал очень похожее именно к церкви. Он призывал к тому, что нужно служить телу Христа, то есть церкви, сокрушенном сердце в любви. Это 1 Петра 4, 8. Говорится более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. И так мы с вами видим, что на наш взгляд ничего не стоящее служение вообще, что она сделала особенного. Господом рассматривается иначе. Он видит любовь. Он видит искреннее поклонение. Он видит сокрушенное сердце. Он видит, что это служение было Ему лично. Это к Нему чувство. Это к Нему отношение. И Он очень высоко ценит служение Его Личности. есть интересный пример и опять связан со служением для плоти Иисуса. Как я вам вначале говорила, что есть несколько помазаний. Это описывает Матфей 26, 6-13. Когда же Иисус был в Ифании в доме Симона прокаженного. Приступила к Нему женщина с алавастром с сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Вы помните, я этот момент вам читала. Увидев это, ученики Его вознегодовали. И вы помните, что Иуда их подстрекал к этому. Что лучше бы эти деньги отдали нищим. Иисус сказал, что нищие всегда будут среди вас. А меня не всегда имеете. И возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению. И тут самые основные слова, которые Он сказал. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелия сия в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Это уже второй случай у Симона Прокаженного. Женщина, которая имела масло, пришла с алавастрым сосудом и злила ему на голову. Видно, что это драгоценное масло было. И очень драгоценное масло, что даже возмутились ученики, но она не почувствовала, что это трата, пустая трата. Она хотела это подарить Иисусу. Это такое поклонение, самое дорогоценное, что у нее было, быть может, она принесла к Нему. Она посвятила Иисусу. Опять-таки скажем, что особенного она сделала? Просто масло налила на его голову. Она не стала великим проповедником, не прославилась чудесами и знамениями, великими служениями исцелений бесов изгонять. Просто возлила Иисусу на голову помазание. Помазала его тело по побуждению по побуждению Духа Божьего. Поклоняясь из любви. Даже не до конца понимала, что она совершает, но Иисус оценил. Иисус это настолько оценил, что сказал, где будет проповедана, везде будет сказано о ней. что она сделала. Она принесла Иисусу свою любовь, свое сердце, то, что было самое дорогое у нее. Они всегда будут у вас. Вы знаете, я подумала, как интересно, мы всегда приходим к Иисусу, зачем? Мы так мечтаем, чтобы Он нас помазал. Признайтесь, посмотрите на себя, в свои сердца ваши желания. Каждый, кто приходит к Иисусу, хочет получить. И тогда многие приходили к Нему только, чтобы получить благословение, помазание, исцеление, изгнание. Что просила она? Ничего. Она пришла, чтобы дать. Самое дорогое, что у нее было. Она не пришла за помазанием, она помазала Иисуса. Иногда кажется, это просто нонсенс. Как это возможно? Иисуса помазать елеем. Но она помазала Его елеем. Маслом. Вместо того, чтобы просить, чтобы Он ее помазал. Парадокс? Нет. Любовь, она является помазанием. Оказывается, мы можем приносить помазание Иисусу. Мы можем быть для Иисуса помазанием. Вы представляете? Если в нашем сердце есть поклонение в любви, безусловной любви, когда мы просто приходим, чтобы Ему отдать свое сердце, свою любовь и своего сердца, мы приносим мира в нашем сердце, когда мы ничего не ищем от Него, когда мы ищем, чтобы Ему дать. Как цена для Иисуса вот такая любовь и такое служение, такое отношение. Когда мы платим цену за свою любовь к Нему, она разбила этот лаванстровый сосуд, она полила все масло на Нему. Господь настолько ценит такое отношение, что Он сказал, везде будет проповеданным. Об этой женщине, о ее служении везде. Вот какое бывает интересное служение. То, что мы никогда бы не сказали, что это служение Иисусу, подумаешь, я в тайной комнате. Просто поклоняюсь Ему. Просто люблю Ему. Просто даю свою жизнь, просто посвящаю себя. Но Иисус говорит, что это служение Ему лично. Это служение, которое Он очень высоко ценит. Хочу вам зачитать те слова, которые я услышала во время молитвы. что есть обязанности, а есть отношения. И у церкви должны быть и обязанности, и отношения. Так же, как и у жены. Есть обязанности жены, есть отношения жены с мужем. Отношения это любовь. Это общение, это поклонение. Это то, что мы относим к Христу из сердца. Это наши личные отношения с Ним. А обязанности это то, что церковь делает. Проповедует, крестит, исцеляет, бесов изгоняет. Это обыденная жизнь церкви. То есть делает все для Бога, для Его царства. А для Него лично это отношение. Если нет отношений, остаются одни обязанности. Ничего не стоящей обязанности для Него. Господь ищет отношения. А все остальное должно истекать из отношений. Павел очень четко исполнил свои обязанности. Правда? И любой апостол, но я буду говорить о Павле. Он служил всем своим существом, могу сказать, своей жизнью. Он проповедовал все время, разъезжал, вообще не жил для себя. он исполнял свои обязанности. Но он описывает, как он искал все время отношений с Господом. Я хочу, чтобы я просто зачитала Филиппицы 3, 8, 12. Он говорит, да и все, почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса. Господа моего. Разве ты не познал Павел? Нет, он говорит, нет, он в процессе. Он все время познавал его ближе и ближе. Он говорит, для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Ты, христианин, не приобрел Христа? О чем он говорит? Об отношениях. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его. Это и есть ближайшее отношение познать. и сила воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. мы видим из этого, что Он все время искал отношения, при всем при том, что Он постоянно находился в служении и постоянно находился в обязанностях. Нельзя, мои хорошие, заменять отношения с обязанностями. Бог не хочет такие обязанности. Он очень хочет через отношения с Ним, чтобы человек чувствовал обязанности. Даже Иисус, который совершал свои обязанности, постоянно находился в отношениях с Отцом. Вот чему мы призываемся, что надо достигать, что надо нам всем искать, это отношения. Даже совершая обязанности искать отношения, отношения близких в любви, отношения в поклонении, в любви, все в любви. Тогда и обязанности будут поклонением. все, что будете делать, будете делать в поклонении Ему. И представляете, как я мечтаю, чтобы эти слова были услышаны. Не на уровне слов, не на уровне мозга, а духом вашим принятый, сердцем услышанный, чтобы вы стали этого искать. Но когда обязанности выполняются без любви, без отношений, это просто работа. Просто наемники. Они совершают свою работу, получают за это свое вознаграждение и все. А когда есть отношения, то в обязанности вкладываются чувства. Вкладывается вся душа. Вкладывается вся жизнь. Тогда уже сам Господь делает с тобой. И через тебя это, вы знаете, это видно. Есть разница между служением в отношениях с Господом и в обязанностях. Просто. Оно отличается по качеству. Где нет любви, там другое качество. Все служение то же самое, а качество служения другое. Где нет чувства, где нет любви, сухие, голые обязанности. Я хочу показать вам через притчу, о которой сказал Иисус, про овец и козлов. Я не буду сейчас всю притчу читать, но я уверена, вы все ее знаете. Когда Иисус сказал, что придет и разделит царь на козлов и на овец, козлы имели просто обязанности. И там, где не видели Господа, служение заканчивалось. Обязанности они не видели. Потому что такие служители, они служат для того, чтобы получить вознаграждение. Они считают себя обязанными и получили за это. Они делают для того, чтобы видели. Это обязанность. А те, кто любят, они делают, потому что есть отношения. И Иисус разделил эти два служения и показал их большущую разницу. И самое страшное, как судится вот эта разница. Чуть-чуть все-таки зачитаю. Я вам это Матфея 25, 32, 36. И соберутся пред ним все народы и отделят одних от других. Как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его. Придите благословенный отца моего. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. был странником, вы приняли меня. Был наг, вы одели меня. Был болен, вы посетили меня в темнице. Был в темнице, вы пришли ко мне. Это практическое служение из отношений с ним. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньше, сделали мне. Мы видим, что тех, кого он назвал овцами, они лично Иисуса не видели. Они делали просто из любви к нему. Просто из любви к нему делали все. И Господь говорит, сделали мне. Они сделали телу Христа, как вот те помазали тело Христа. Иисус принял это как личность. И здесь Он принимает как личность. То, что делаете телу Христа в любви, делаете Ему лично. То, что делаете и служите из любви к церкви, это тело Христа. Вы делаете Ему лично. Он принимает это, как сделали мне. Почему оно так оценено Иисусом? Потому что это служение любви. Они и не видели, и не знали, не подозревали, но любовь действовала. Чувства отношения ко Христу, это же тело Христа. Это же тело Христа. Значит, я люблю Христа, я люблю тело Христа. Они просто являли любовь этим самым. А те, которые не видели, у них были только одни обязанности. Иисус, они не видят, зачем они должны делать? Они когда Иисус говорят, что вы меня не сделали, а мы тебя не видели. Я думаю, никто не заметил, что речь-то идет о верующих. Не об этом мире. А разделение будет у верующих, на козлов и овец, на тех, которые искали отношения, которые любили, и которые просто обязанности. Да, дары различные, но дух один и тот же. говорит Павел, и служения различные, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление духа на пользу. Бог одарил церковь различными дарами. Он одарил нас любовью и выше всех поставил любовь. Притом любовь к Нему, это первая заповедь, возлюби Бога. Оттуда все остальное. Возлюби Бога. Если не возлюбил Бога, как ты можешь говорить, что ты любишь братьев, сестер? Это плотская любовь. Это душевная. Но если в основании не лежит любовь к Богу, в основании служения, в таком служении нету пользы. Нету для Господа посвящения. Бог откликается на любовь. Вот посмотрите в первом случае, Симон фарисей. Он пригласил в дом Иисуса. Мы сколько раз говорим, Господь, приди к нам домой, приди в наш дом, приди в наш дом, приди в нашу церковь. А готовы ли мы омыть ему ноги? Готовы ли мы? Есть ли в нас такая любовь к нему, когда он придет целовать, а ноги его поклонятся? Пригласил Симон другой и тоже не явил никакой почести. Нет такой любви. А женщина пришла полила маслом и на голову, и ноги другая, и оплакали, поклонялись. Лучшее служение это служение любви. В каждый дом Иисус приходит как наставник. Он приходит. И когда приглашают Его, Он приходит. И в каждую церковь Иисус приходит, когда Его зовут, и даже когда не зовут Он здесь. Но оценку получает любовь. Оценку получает тот, который способен из сердца помазать Иисуса любовью. О таком Иисус хочет сказать, где бы ни было проповеда будет сказано. Об этой любви будет сказано. А я вам скажу пример. Павел. Где бы ни было Павля, мы все время говорим. А вы знаете, что он нам показал именно это служение? В чем оно заключалось? Он так же, как и та женщина, возлил елей на голову Христа. Каким образом я скажу? Он приготовил тело Иисуса, то есть церковь, это тело Иисуса, к погребению. К погребению. Павел приготовлял церковь, тело Христа именно к этому. Посмотрите, чему он учил. Давайте посмотрим мы с вами. 1 Коринфянам 4 9 17 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть, как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для ангелов, для человеков. Мы безумны Христа ради. он осуждал то, что люди гордились, были самодовольны. Он призывал не быть фарисеем, который принял Христа и ног не омыл. Он говорит, а вы мудры во Христе, мне мощно, вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. даже до ныне терпим голод и жажду и наготу и побои и скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как ссор для мира, как прах всеми попираем и до ныне. Не к постышению вашему пишусье, но вразумляю вас. Как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всех церквях. Чему Он учил? Он учил быть для этого мира мертвым. Как Он сказал о себе, я распят этим крестом Христа. И этим крестом мир для меня распят. Он учил этому. Не процветанию церквей, не устраивание шоу, Он показывал, к чему призвана церковь. Он тело Христа по гребению приготовлял. Для того, чтобы она была воскресшей. Для того, чтобы здесь жить в воскресении. Для этого мира надо быть погребенным. Другие места. 1 Каримфелем 7, 29, 31. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. И плачущие как не плачущие, радующиеся как не радующиеся. И покупающие как не приобретающие, пользующиеся миром, сим, как не пользующиеся. миром. Ибо проходит образ мира сего. Фактически все учение его это помазывание церкви миром. Помазывание к погребению для того, чтобы церковь воскресла. Понимаете? И ноги Христу он омывал. Баню слова. Омывал ноги церкви, чтобы церкви пути были чистые, чтобы ходила она чисто. Он служил телу Христа. И это наше призвание. Приготовить церковь. Приготовить церковь к тому, чтобы она была мертва для этого мира, для грехов этого мира, чтобы она была приготовлена для воскресения. Чтобы церковь была вот такой живой во Христе, надо быть мертвой для мира. Как сказано, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава Очи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот, мои дорогие, мне хочется напомнить, сегодня мы празднуем такой день, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Он знал, на что идет. И он шел из любви к Отцу, он поклонялся Отцу. Он был готов из любви в первую очередь к Отцу и к нам совершать все эти действия. Он от этого мира был отречен. И церкви он сказал, и вы не от мира сего. Хочется, чтобы церковь так и жила, как не от мира сего. Вы призываетесь к тому, чтобы жить во воскресенье. Господь все для этого сделал. Но для этого надо еще одно любовь. Любовь к Нему. И я очень прошу вас, подумайте над этим. Служите ли вы Ему лично? У вас обязанности? Или же поклонения? Отношения? Можете ли вы из сердца своего приносить Ему помазание? Являетесь ли вы помазанием для Христа? Или только потребителей ждущих помажь, помажь, дай, сделай, благослови, благослови. Как я хочу, чтобы вот так наша церковь послужила Господу в любви. Как служили эти женщины в поклонении, в этой любви смирения, просто перед Его лицом, поклоняясь любви, служили. Будьте благословенны, мои дорогие. И давайте помолимся с вами. Потому что сегодня для меня лично особенный день. Я просто представляю, если бы я была на том месте, и кричала «Асанна, Асанна», и радовалась бы, что Он туда заходит, в Иерусалим. И как я была бы опечалена, что Его распяли. Но как мы сегодня знаем, что это наше спасение. И Господь говорит «Следуйте за Мною, следуйте за Мною, давайте пройдем этот же путь, как прошел Иисус, как прошли апостолы, как должна проходить Его церковь, и проходила первая церковь. И к чему мы с вами призываемся? Церковь последнего времени, вот к этой верности. Но ты не можешь быть верным, если ты не любишь. Ты предашь Его. Те, кто не любят, предают Его. Даже не замечают, что предают. Но когда начинают подчиняться тем, которые против Иисуса Христа, предают, это предательство. Потому что кому ты служишь, того ты раб. Я предпочитаю служить Господу. С чего бы мне это не стоило. КОНЕЦ